так братцы у нас уже вовсю пошел орлечок надо будет насобирать также заметил друзья у нас нынче будет урожайный год на кедровую шишку ореха он видно шишечки завязи уже есть ну здорово родня туристам всем привитос у нас уже вовсю орудует лето распустились ребята такие вот замечательные огонечки или по-народному называется купальница она у нас в красной в книге находится так что рвать их не будем от греха подальше сегодня отправился в небольшой поход поход пошел насобирать маленький черемши давненько меня кстати не было на канале хочу разведать что у нас происходит в лесу так как я недавно вернулся с вахты думаю вы уже знаете что я работаю на вахте вот строим автомобильные дороги и вот 15 дней закончилась сейчас буду 15 дней отдыхать ребят буду для вас снимать новые ролики на канал потому что смотрю у меня уже на канале уже ребят все запущено стало после моей вахты на вахте снимать особо некогда да и не черта думаю как дорога у нас строится в россии все знают никому не интерес поэтому ребят с богом также орудуют змеи что-то нынче змей говорят навалом вот там замечательное поле ребят огоньков одни огоньки тут я кстати сейчас ползу в гору сегодня на улице невероятно жарко просто бежит 7 потов с меня пока идешь в гору лезешь надел сегодня он костюм горка да ботинки свои рабочие берцы одевать не стал берцах маленькой тяжко будет устают ноги сильно слышал что уже пошли грибочки весенние первые сморчки строчки то и самые такие нежные грибы вот думаю если повезет фартанет то наберем с вами отправился в поход без единого куска сала и мяса у нас сегодня будет подножий корм я вам сегодня расскажу и покажу что можно чем можно питаться в той в тайге какую пищу можно есть а что нельзя ну и также будет тема про клещей ребят как и чем я защищаюсь от клеща поэтому за место лопатки я буду использовать такую вот палочку одолевает меня гнус ребят от гнуса я нынче решил никакие репелленты не использовать также как и от клеща потому что за свою практику я понял что смысла от этого нет если клещ клещ закончит захочет тебя укусить он тебя укусит в любом случае даже хоть ты будешь подтонной репелленты это тебя не спасет вот нужен просто периодический осмотр торса там ног ну насчет ног ребят я перед походом в лес сделал следующее то есть у меня есть на штанах пыльники на костюме горка вот такие вот я их заправил носки то есть выше клещ уже внутрь не залезет ну а верхний торс я буду естественно осматривать и буду их скидывать так ну а сейчас мы с вами мы с вами ребят нашли тоже одну одно растение которое можно употребить пищу а вернее можно употребить его корни в них много полезных веществ крахмала и так далее думаю не знаю у кого она есть нет вот такое вот растение это саранка либо лесная лилия вот у нее луковицы желтые напоминают вкус как картошка что-то с перемешку с бананом вот сейчас мы выкопаем я вам покажу они находятся достаточно ребят глубоко поэтому копать надо аккуратно чтобы не оторвать саму макушку иначе копать будет тяжело потом найти вот она показывается уже первая луковица тут их несколько штук я оторвал случайно ботву вот видим на либо вот эти луковички можно употреблять в пищу выглядит одна луковица рядом еще две три даже три муковица они глубоко ребят земля находится есть чем вымыть можно ее промыть если не чем промыть можно вытереть либо очистить и употреблять уже непосредственно в пищу них очень много крахмала ребят можно сварить кисель тавежный ну и так далее можно подкрепиться в дороге непосредственно что мы сейчас и делаем с вами и пойдем дальше комары лучше добиться вот запоминаем ребята вот так она выглядит лесная лилия или саранка она кстати тоже находится в красной книге ну у нас ее много поэтому нас ее рвать не запрещено еще раз говорю ребят также к подножнему корму относится вот этот вот орляк берем только ту часть где она ломается сама то есть вот так вот то есть вот эту верхнюю часть уже можно брать в пищу но мы сегодня готовить его не будем не жарить не парить не вымачивать не будем поэтому за ним мы придем с вами в следующий раз папоротник ребят вот эти тоже можно также жарить употреблять в пищу весной его час вот ранний большой выворотник идеальное место для ночевки то есть выворотник будет способствовать как стена от ветра от дождя ну а здесь уже сделать небольшой навес можно тоже интересное местечко он все в папоротник орлячок то листся начать собирать сразу его домой в принципе я пакеты взял влог ребят нашел воды попить самая чистая должна быть ротниковая холодненькая муравейник такой большой муравьишки активные поползли она пускай сидят работают сосна расцветает ребята смотрите как желтенькие такие шиши шишечки цветочки вот они полным полно сдалека прям четко видно так желтый зеленый также черемшу собираем пока она еще не совсем затвердела пока еще можно и опыт опыт употреблять ребят в пищу на салатик сегодня кое-что с нее сварим вкусненько и похлебочку он забыл также живицу бы заодно бы тут пособирать но я не взял с собой специальный сборник сейчас я вам покажу друзья как у нас цветет дикая яблоня в тайге сибирского яблонька вот она чудесный аромат просто непередаваем как будто друзья французские французские духи такие опыляют и и пчелки вот так вот пчелки стараются трудиться вот такая липота прям сдалека прям так чудесно ребят смотрит вот у нас тут сплошной борщевик но данный борщевик ребят можно употреблять в пищу то есть очищаешь вот этот ствол он у нас полным полно и можно жевать это пучка я тут последний раз ребят ходил зимой где-то в начале весны уже еще лежал небольшой снег поэтому сейчас тайга маленькая преобразилась изменилась можно сказать поэтому как-то все по-другому немножко сама черемша может подросла уже стала жестковатой уже скоро солить ее можно будет набирать то есть как ломаться будет так можно засаливать сейчас пойдем маленько собираем приготовим с вами вкусняшку с черемши покажу как как ее готовят у нас себе похлебку ну думаю не только у нас ее так делают думаю еще в каких-нибудь может что брат бродили мы с вами более двух часов сейчас настала пора самого ценного приготовить нашу черемшу сейчас мы с вами приготовим ребята таежную вкусняшку черемша по таежному будет я сам покажу рецепт самый такой вкусный из всех что я готовил разжечь костер у меня есть с собой 4 литра воды нам еще понадобится чаечек еще потом воды много запас на улице жара невыносимая аж голова едет в разные стороны от такой жары ну комарики берегитесь так у нас будет подкотелочек подкотелочек рецепт вот я так что я и и и и и крошечка ну и жара уже спроса еще гнус этот напал так ну вот уже с вами сегодня с собой взял тут у меня 100 грамм сливочного масла 200 2 столовые ложки томатной пасты несколько штук сырых яичек не знаю они там уже цыплята наверно и соль в общем что мы делаем ребят первым делом мы сейчас нарежем с вами нашу черемшу мелкая резать не буду потом ее маленько смоет водичкой ну на 1 приготовить много готовить не буду потом готовлю на 1 вот так он где-то по сантиметров 10-15 сантиметров будет достаточно даже поменьше по 10 идет как родная ребят вот листья нам не нужны ну что это блюдо готовить без листьев вот будет достаточно это тоже все пойдет сюда в наше блюдо это вот ребят называется черемша по таежным вот даже можно далеко не ходить было за ней промыть и ребят водичкой и поставить тушиться на 15 минут взбодрим нальем сюда немножко водички ну чтоб можно было потом вкусненько похлебать бульончик вот столько думаю будет достаточно звали и поставить тушиться на 15 минут где-то так на огонь кстати закипела наша черемшичка так вот она уже выглядит водички там достаточно без крышечки пока поставим странно кстати ребят сколько ходил пока что ни одного клеща я на себя не поймал вообще 0 то ли не по тому месту ходил слава богу вроде осматривался тоже нету на торсе тоже не видно размешаем посолим и посолить надо не забыть но 15 минут тушит до мягкого состояния такого понадобится кусочек сливочного масла еще даже не растая настоящие кстати домашние ребят сливочное масло пол кусочка вот так вот кинем его нам надо будет растопить смыло растопить все горячее так черемша жарится варится оба ложечка с другой стороны надо подойти что-то как-то неудобно маленько тут вот так и на этом масле друзья нам надо обжарить с вами чуть-чуть томатной пасты вот взял тут мешочки немного томатной пасты с моей с вами чуть-чуть по пассируем это будет просто космос блюда вот так вот я можно даже всю наверно у меня не так и много остальное сожжем и Вот так вот. все по походному ребята перчаток нету ничего нету травой он берем горячий потому что у нас черемша уже стало мягче еще чуть-чуть добавим туда водички немножко вот столько хватит закипятим посолим соли чуть-чуть это где лазит что ли скворчит где-то что-то все томатная паста у нас готова мы отставим пока в сторонку займемся костром снимая черемшичку вот и вываливаем ребят сюда томатную пасту нашу сливочную массу вот так вот так вот высыпали ребята такой получился оттеночек сейчас пробуем на соль соли по моему маловато еще маленечко посолим вам на не переборщить теперь ставим ее на огонь час и дали им покипеть где-то ну минуты две и пока друзья черемшичка наша кипит мы приготовим самый главный индиагрент этого блюда то есть это наши яйца как мы будем готовить сейчас он ребят покажу нам надо сделать следующее надо их разбить главное сейчас бить и смотреть чтобы цыплят не было в такой жаре вроде нормально и это тоже нормально что же учет желток маленько понесу его куда-то тоже нормально вроде яйца ребят нормальный без запаха даже запаха нету нормально все и надо все это дело взболтать как можно лучше и потом ребят в эту нашу черемшу помешивая тщательно вываливаем нашу это яйцо так вот тщательно чтобы однородная масса что как сметанка было майонезе такой так вот сбалкиваем народной консистенции так и сейчас прям помешивая помешивая надо ребят туда лить в нашу черемшу но где-то я думаю минут 5 уже прошло сейчас мы достанем оба горяченькая ладно сейчас все потаёж на внутри ребят помешивая 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 вливаем 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 и продолжаем минуты две мешать ребят помешали вот так вот теперь можно поставить еще на огонь ну на минут пять наверно не больше больше не надо тут прям ребят уже такой аромат такая няшка чесночный такой улук лукова чесночный такой вкус с яйцом на стоматной пасты садится на сливочном масле на слюнки текут сегодня ничего еще не кушал вот настоящий подножный корм ребят что все браться и просто нет терпения уже ждать просто я хочу жрать всю эту вкусняшку пробовать пробовать что же у нас тут получилось вот у меня собой тут четыре кусочка хлебушка ух ребята это такая вкусняха просто бомба можно насладиться таежной череншой и заодно похлебать ребят бульончик а какого чесночного с яйцом с яйцом просто бомба огонь кто не ел ребята обязательно советую всем спробовать всем приятного а я я и аппетита пока я наливаю вы тоже там чё-нибудь наливайте правда вас нет такой вкусняшки я еще люблю ребята за дело вот так вот делать просто бомбически уже там стекаетесь слюнями наверное ребята как я жрать хочу просто не могу настоящий черемша таежная наша сибирска острая вообще ребят острая получилось с яйцом даже вообще бомба натуральный продукт еще придавал такое-то сливочное масло натуральное придавал вкус не мог воздержаться от второй чашки ем вторую чашку то есть то что в ней содержимое чашки просто космос еще лучше когда черемша только-только пошла вот ранней ранней весной вот ее готовить ну что родня туристы я просто обожался кайфанул от походика ну а сейчас мы движемся дальше идем дальше в путь не знаю сколько мне идти до дома ближе к дому костер у нас вроде как все затушено ничего не загорится в принципе нормально можно идти дальше путь у дорогу дальнюю дальнюю а ноги то не идут друзья вообще после такой пищи люди прям просто хотят лечь и отдыхать много друзья идти и потому что я сегодня без ночевки так чистая прогулочка да вам показать ребят чем можно есть какой подножий корм кстати еще много разных всяких растений но это друзья будет маленько чуть-чуть позже в следующем ролике так что ладно снимать что снимать больше особо нечего выхожу на поляну там идет он где сосна стоит там идет дорога ну а вам что могу сказать не теряйте друзья берегите себя сибирского здоровья и мирного неба над головой ну всем пока увидимся друзья в походе